Всем здравствуйте! Это Политбюро и мы продолжаем работать. На нашем основном канале Политека Онлайн выходят периодически с той возможностью периодичности, которая в данную минуту есть. Мы решили поддержать и канал Политбюро и призвать вас в случае чего подписаться на него. Почему мы это делаем? Потому что последние 48 часов неимоверные хакерские атаки и неимоверные взломы и попытки этих взломов наших аккаунтов мы наблюдаем, делимся этой информацией с вами. Почему? Не потому что, чтобы вы нас пожалели, а потому что вы знали о существовании еще вот этого канала Политбюро, если что-то вдруг пойдет не так с нашим основным каналом. Наш традиционный и, наверное, очень важный и нужный разговор с Гарри Табахом. Сейчас будем начинать. Гарри, здравствуйте! Здравствуйте, Александр! Я рад, что Политбюро и это бюро продолжает палить этих мразей. Да, Гарри, самый, наверное, очень интересный вот такой аналитический замес произошел в кругах экспертов, который я хочу с вами обсудить, как первый пункт нашей повестки дня. Это Зеленский. И его обращение к НАТО фактически, не то что с критикой, а фактически в своих словах он уничтожил вообще суть НАТО, силу, мощь, которой славилось там десятилетия последние, этот блок, этот альянс. Уничтожил вот как мог со своей позиции. И уже поговаривать начинают, что вот и Зеленский как бы не такой удобный. Говорят ему, собирай вещи, переезжай во Львов, там, едь куда-нибудь на Запад, а он не едет. И она-то плохо отзывается. И уже, знаете, что, мол, Зеленского очень выгодно определенным западным кругам и прибрать во время вот этого всего замеса в Украине и нападения Путина, прибрать со своей должности. Как вы смотрите на вот этот скандал и действительно ли это скандал на мировой политической карте? Вот такие отзывы нашего Верховного Главнокомандующего о военно-политическом блоке НАТО. Что я могу сказать? Честь и слава вашему президенту. Я уверен, что победа будет за Украину. Украина будет сильная страна, как Израиль после этих войн во всех. Когда все ожидают, что они проиграют, что они слабые, трусоватые. Президент сразу сдастся. То же самое ожидали от Зеленского. И Запад ожидал. Что думаете, только Путин ожидал это от него? Нет, Запад это от него ожидал. А он не таким оказался. Вот этот клоунишка, вот этот вот хи-хи-хи, ха-ха-ха. Настоящий лидер. Говорит без паники, без какой-то тревоги. Нет, тревога есть он. Но говорит четко и ясно. Хотя я по-украински не понимаю. Но когда он по-русски говорит, я вижу этот тон, я вижу это настроение. Это настоящий лидер. Это командующий. Обращается к своим войскам. Поэтому, конечно, он не угоден. Не угоден. От него не ожидали. Думали, что он сразу сбежит. Байден же сразу ему предложил, давайте мы пришлем за вами самолет и мы вас увезем. И он сказал, мне нужно не такси, мне нужно оружие. Мне нужно чем драться. Мне нужны они. То, что вы меня эвакуируете отсюда. Молодец. Молодец. Честь и хвала такому лидеру украинскому. Пусть с него берут пример другие. И поэтому украинский народ выстоит. А то, что он не угоден, это уже было понятно давно. Это уже было понятно давно, когда он сказал, вы помогаете нашим врагам. Вы им подаете снаряды. И когда он обращается к ним, он постоянно говорит, что же вы не делаете этого. Вы же можете сделать. Вы можете закрыть небо. Вы можете внести санкции до атаки. Вы можете нам дать оружие во время уже войны. Вы можете закрыть небо, когда уже бомбят ядерные реакторы. Сразу же в Соединенных Штатах Америки тот же CNN вытащил эксперта, физика. Я не физик, не эксперт, который говорит, нет, в эти реакторы может самолет врезаться. Они так построены, что с ними ничего не будет. Может быть. Надеюсь, что он прав. Но и с Чернобылем ничего не должно было быть. И Курск не должен был утонуть. Но сама идея, само вот это состояние сознания, что из танка палить или кидать бомбы на ядерный реактор, понимаете, с кем мы имеем дело? Чего вы ждете, пока у него это получится? И тогда скажете, ах, ты кто же мог об этом подумать? Как я сейчас сижу и говорю, ах, как же я мог подумать, что он не атакует? Я же слышал, как и Мятис говорит генерал, и Патреус, и другие говорят, нет, не может он это сделать. Я им верил. И, в принципе, я и сейчас верю, что он не может это сделать. Ну, он же, сука, делает. А вот это война. У нас есть такое понятие, как Мерфи-ло. Оно не может произойти, но оно произойдет. Вот все ты сделал, чтобы этого не было, а оно будет. И потом ты стоишь и говоришь, а как же это так получилось? Ведь не должно было. А вот так, это война, это фог войны. Поэтому, конечно же, ваш президент в моем понятии сегодня, я думаю, многих понятий сегодня, герой, настоящий президент. Но в понятии других политиков и лидеров, как и Трамп, не политик, они не герои. Они не понимают, как играть в эту игру, как торговать своим народом, как кидать своих солдат на смерть, как бросать своих дипломатов. Они этого не понимают. Он понимает, что у него есть квартал 95, и это его команда. И эту команду он не бросит. Так же, как Трамп понимал, что это его бизнес, и люди, которые у него там моют туалеты и готовят фрэнч фрайс большим начальникам, это его люди, это его команда. И он ее не бросит. Эти продажные, трусливые, коррумпированные политики, для них это совершенно другое. Я, например, их никогда понять не смогу. Никогда. Скажите, пожалуйста, вы, ну точно, вы следите за новостями всеми из Украины? Ну, я, Саша, я честно скажу вам, что это не так. Я не слежу, потому что я, правда, занимаюсь сейчас совершенно другим делом, поэтому я уже 10 дней в одной этой майке, и только сегодня первый раз побрился. Но я пытаюсь следить, меня сбрасывают кое-какую информацию, мои друзья военные, с передовой. Я имею в виду вот сейчас, вот именно как, с точки зрения военного эксперта, как вы оцениваете раунды переговоров? Первые переговоры, второй раунд переговоров на границе Белоруссии, да, сначала на польской, сначала на украинско-белорусской, потом на польской границе. Вот мы ждем третьего раунда переговоров, казалось бы, договорились о гуманитарных вот этих зеленых так называемых коридорах, не все идет гладко в Мариуполе. Тем не менее, какие-то есть договоренности, что-то, видимость, картинка вот этого делается. И в этот момент выходит Зеленский и говорит, я нормальный мужик, сядь со мной, поговори, не как вот там пять метров, а вот давай встретимся, обсудим. Что нам, вот ждать ли украинцам, которые сейчас смотрят это видео, по вашему мнению, от какого-то проку, от переговоров? Либо в формате вот том, который сейчас есть, раунд за раундом, с тем представительством, которое есть сейчас. Либо вот надеяться на Зеленского, что все-таки как-то он, я не знаю, какими уже словами, ухищрениями, психологическими, эмоциональными, там, какими-то другими, все-таки вытащит именно Владимира Александровича Путина, вытащит на этот разговор. Владимир Владимирович. Ну, потому что Зеленский вытащит Путина на этот разговор. Я не знаю в этом отношении, я знаю только одно, что переговоры, сами переговоры, какие бы они ни были, это все равно хорошо. Есть причины почему. Дает передышку какую-то, дает надежду какую-то. Я считаю, что переговоры надо вести, о чем-то договариваться надо, но верить не надо, надеяться не надо. Мы разговариваем сегодня с крокодилом, и мы ему говорим, не кушай лягушек в этом болоте, кушай вот траву, знаешь, вегетарианцам лучше быть. И крокодил сидит, пока он не проголодается, а аппетит у него приходит во время еды, и он съедает всех этих лягушек, которые пытаются с ним говорить. Или эти, как у вас вот эти птицы, звезды вьют на красивые такие белые, аисты, да. Он их будет кушать, какие они красивые бы не были, или как бы они с ними не жили красиво там на ваших столбах. Не получится с ним ничего, но ваш президент показывает, что вы цивилизованный народ, таким образом. Я не был уверен в его лидерских качествах, я не был уверен в его аналитическом мышлении, или стратегическом мышлении, когда он стал президентом, как и с Трампом. Ну, а у них нет опыта в этом, это актеры по-своему. Так, я сейчас понимаю, что у него это все есть, и довольно-таки хорошо развито, ну, в моем понятии, может быть, в сравнении с собой, да. И то, что он смелый человек, и то, что он показывает, что он цивилизованный. Он говорит, я готов на переговоры идти, но переговоры с кем, с этим крокодилом, я думаю, что он понимает, он не глупее меня. Наверное, умнее все-таки, что с этим крокодилом он никогда ни о чем не договорится. Но показать миру, что он цивилизованный, и дать какую-то передышку, создавать какие-то коридоры для гражданских. Опять же, мы помним, коридор был создан в Иловайске, и что было, они обманули. Я еще тогда, я помню, призывал российских офицеров, я говорю, ребят, вы что, с ума сошли? Вы же служили вместе с ними, вы же как бы одно училище заканчивали с ними. Вы зачем их обманули? Для чего вы это сделали? Это же ни чести, ни славы в этом нету, тогда деритесь с ними. Что же вы их заманили-то туда, они вам поверили? А сейчас опять поверите с этими коридорами и со всеми? Я им не верю, ни одному из них не верю. Была бы моя воля, сам бы с них погоны содрал. Но позорят это. Поэтому понимают, что эти переговоры, это все временно. С крокодилом не договоримся. С этим психопатом не договоримся. С этим параноидальным человеком не договоримся. Тем более, если он чувствует, что он проигрывает. Тут переговоры не пройдут. Если он чувствует, что он выигрывает, и вы уже стоите на коленях, тогда он как барин, царь придет и скажет, ну вот я добрый царь. Найте, поцелуйте, дайте клятву мне, и я вас прощу. Может быть. Но будете у меня рабами. Но жить вас оставлю. Жизнь вам оставлю. Не думаю, что украинский народ таков. Не думаю, что Зеленский таков. Не будете вы стоять на коленях, не будете целовать его кольцо, не будете давать присягу. Думаю, умрете стоя. Надеюсь, что нет. Надеюсь, что они умрут. Но я понимаю так, что, и я это говорю по отношению к переговорам, что в этих переговорах они понимают, что украинский народ не встанет на коленях, не будет целовать. Если уж они просто зальют вас кровью, закидают шапками и телами молодых, этих так называемых солдат, рабов, то да. Но этого тоже не будет, не верю. Потому что, опять же, они воюют за Путина и за его какие-то фантазии больного человека. Они рабы. А украинцы воюют за свою землю, богатую, красивую землю, которая кормила полмира веками. За свои дома, за своих семья. Поэтому они их оставляют на границе и возвращаются. И идут в территорийную оборону, идут в военкоматы и требуют оружия. Вот. И когда Запад это осознает и поймет, я думаю, уже тогда будет легче. Я надеюсь, что с каждым днем все-таки давление будет на всех, включая на нашу власть. Что это будет. Как наша власть не пытается отвлечь. Включая то, что дает 11 миллиардов долларов Ирану. Не Украине, а Ирану. Чтобы отвлечь внимание от этого. Но я не думаю, что уже можно отвлечь. Потому что в Америке все люди смотрят сегодня на Украину. Да я думаю, весь мир сегодня смотрит на Украину. Весь мир смотрит на ваших воинов доблестных. Доблестных воинов, подчеркиваю. На вашего настоящего лидера президента. Который показывает настоящее лидерское качество. И весь мир восхищается вами. Теперь осталось, чтобы весь мир включился в драку. И не дал, чтобы Украина одна защищала весь мир. А чтобы весь мир защищал Украину. Да, Гарри. И еще один вопрос повестки дня. У школы мы так знаете вокруг Зеленского. И вокруг фигуры нашего верховного планокомандующего. Президента Украины. Ведем разговор. Я о планах Российской Федерации. Потому что был несколько дней назад такой вброс. О том, что Януковича нужно вернуть. Он же легитимный. Давайте его вернем. Все как-то знаете. Кто посмеялся. Кто с ненавистью. Ну, очень разные эмоции. Потому что действительно все в состоянии вот этой войны. Здесь внутри Украины. Но ведь по сути, там некоторые здравые голоса говорили, что извините, но Янукович, он в заложниках, 8 лет. Он что ему скажут, то он и будет делать. И тут выходит с интервью российским медиа Николай Азаров. И говорит о том, что он, конечно, не напрашивается во власть украинскую, вот эту подмосковскую. Но он богат опытом может поделиться. Скажите, пожалуйста, вот стратегически, насколько Зеленский находится сейчас целью номер один, под ударом, в опасности. И насколько действительно ли, вот как вы раскладываете вот эту операцию, это война, конечно, полномасштабная, но с точки зрения военно-политической именно операции, уничтожить Зеленского, привезти на его место, поставить какую-то куклу или кого угодно, но только не Зеленского. Ну, а дальше уже по понятным лекармам. Избавиться от Зеленского любой ценой. Знакомо. Вот мне это знакомо. Любой ценой от него избавиться, от этого клоуна. Издевается от него любой ценой. Опять же, цена будет высокой. Просто я думаю, что сейчас нарвались не на тот народ. И я думаю, что это надо быть полным идиотом, поставить кого-то другого. Мои родители были врачи, мой папа был хирург. Вот, допустим, мой папа делает прекрасную операцию. Кто-то подходит к пациенту и говорит, нет, этого врача мы сейчас забираем, он нам не нравится, национальность не та, пятая графа не та. И вот мы поставим нормального нашего, русского. А ты, видишь, говоришь, подождите, этот русский уже делал эту операцию, и он, блин, убил пациента. Я не хочу, чтобы он надо мной операцию делал. Верните мне того вот плохого. Он хорошо делал. Он говорит, нет, вот этот будет делать. Как вы будете, как пациент или как родственник этого пациента? Вы же взбунтуетесь опять. Скажете, я же тогда его уволил. Это может относиться к юристу, к инженеру, кому угодно. Я просто врачей ставлю, потому что я из семьи врачей. И я помню, как по пятой графе мой папа переживал, что убирают хороших врачей. Дело врачей шло. Мой папа вырос. А этих бездарных пьяных ставят делать операции над живыми людьми. То же самое. Что они вернут Януковича? Он уже один раз сделал операции. Когда вы взбунтовались, сказали, нет, мы не хотим этого врача, дайте нам этого. Этот тоже не очень понравился, дайте другого. Этот тоже плохо нравится, но когда открылось кровоизлияние, вдруг он собрался и начал делать как положено. Вдруг показывает свои врачебные таланты и одаренность в этом. Что вы хотите его оставить? А вам говорят, нет, давайте того вернем. Вы опять взбунтуетесь? Вы не примете это? Так зачем это делать? Смысл этого всего. Но я и смысл этой войны не могу понять, зачем она нужна была. Кто от нее получает какую пользу? Где кому какая выгода? Точно не России. Точно не русскому народу. Они как народ закончились. Все. Салам алейкум. С чеченцами может прошло там, с сирийцами прошло, с Украиной прошло какое-то, с грузинами прошло, с белорусами, с казахами прошло. Все. Дальше уже все. Это капец. Это конец. Это России как таковой конец. Вот. И зачем это делать? Поэтому я не понимаю, что они хотят сделать. Но Зеленский, конечно же, под огромной опасностью, я считаю. Огромной опасностью. И народ сегодня украинский сплачивается вокруг него. Я не говорю, что они должны сплотиться. Вы сами это делайте. Вокруг него сплачивается. На него было несколько уже покушений. Как я понимаю, это подверждено нашей разведкой. Что были покушения на него. Он неудобен. Неудобен Путину. Понятно, Путин не ожидал. Может он сбежит или сдастся, или начнет плакать, там сопли размазывать по щекам. Он не выгоден Байдену, потому что он самостоятельный. Он не выгоден НАТО, потому что он требует от них то, что они обязаны сделать. Защитить мир от абисса, от катастрофы. НАТО было создано для этого, чтобы предотвратить катастрофу в мире. Не только защищать себя и свои страны. Поэтому да, Зеленский сегодня президент в огромной опасности. Народ его сплочен вокруг него. Другим политикам это не нравится. Нехорошо. Не могут подмять, не могут управлять. Неуправляемый. Неуправляемый, неподкупный. Не знаю, как еще хотите сказать. Человек, который вдруг оказался, который правда любит Украину. Правда любит свой народ. Правда готов отдать жизнь за это. Они опасные такие. Опасные. Причем он не пьяный. Не спит. А работает. Работоспособный. Соображает. Опасные такие люди для политиков. Любых политиков. Повсюду. Ну да. На западе и на востоке. Ну и в конце нашего видео, Гарри. Я хочу, чтобы вы, как американский гражданин, обратились к гражданам украинским. К нам. Ко всем, которые сейчас смотрят это видео. Вот знаете, многое уже было сказано. Мы вот мечемся от такого ура патриотизма, свойственного, правильного, честного, особенно в такое непростое время, до все пропало. Как же быть дальше? Давайте куда-то бежать, эвакуироваться. Вот эти разнополярные вот такие настроения, они, наверное, где-то имеют золотую середину, вот истинную. Как ее найти, что бы вы сказали каждому из нас? Ну, я думаю, что каждый из нас должен эту середину найти в себе. Я могу, я не осуждаю тех, которые бегут от войны. Я понимаю, что это страшно. Я это понимаю. У меня семья по-разному реагирует. Буду говорить о себе. Кто-то кричит из моих близких и орет, ты не украинец. У тебя в Украине никаких обязательств нет. У тебя обязательства перед семьей. Ты давал присягу Америки. Чего ты там делаешь? Все. Иди в Конгрессе лоббируй, если хочешь. Выступай по американским телевидению тебя приглашать. Что ты там делаешь? Зачем ты там находишься? Есть другие люди в моей семье. А семья это то же самое, что и страна, что и люди. Есть другие. Мой сын приехал сюда со мной. Популярный в Америке актер. Неизвестный. Я не буду говорить известно, но популярный. Приехал. Говорит, я тоже буду помогать. Он вообще не знает, что такое Украина. Я думаю, что она на карте показать не может, где это. Думаю, что до этого он думал, что русский, украинец. Ему все это было актер. Но были другие интересы в жизни. Разные люди реагируют по-разному. Каждый должен найти в себе эту середину. Каждый должен это осознать. Я только хочу сказать украинскому народу, что я горжусь. Я и не родился в Украине. У меня нет никаких привязанностей к Украине. Нет никаких генелей, эмоций по этому поводу. Если к Израилю, к Америке, может быть, я и есть, то в Украине у меня как бы не должно их было быть. Но я горжусь сегодня то, что я имею отношение к Украине. То, что я имею отношение к украинскому народу. Я думаю, что не знаю, сколько мне еще там отведено Всевышним. Но я до конца своей жизни буду говорить. Я был с украинцами. Я там с ними был. И я видел, как они дерутся. Я видел, как они любят свою землю. Как они ненавидят свою власть. Как они любят свою землю. И прошлую власть, и эту, и следующую будут ненавидеть. Но землю вы их не вырвете из нее. Я горжусь ими. Я горжусь, что я мог хотя бы рядом с ними стоять в этот момент. И таких, как я, много. Больше, чем люди думают. Больше. Потому что я засыпан сегодня просьбами. Я не могу всем отвечать и даже читать. Чем помочь? Что нам делать? Куда нам идти? У меня опыт снайпера. У меня опыт подрывщика. Я служил в морской пехоте. Мне русские пишут. Русские ребята. Это как мне с русским паспортом это сделать? Как что? Много таких есть людей, которые сегодня понимают, что Украина на правильной стороне истории. Что Украина сегодня это флагман независимости, свободы и любви. Потому что столько любви, сколько я сейчас вижу от украинцев друг к другу. Я такого никогда нигде не видел. Может быть, в какой-то маленький период 11 сентября в Америке. Поэтому я горжусь, что я часть Украины. И я навсегда останусь ей. Навсегда останусь ей. Из меня теперь Украину никогда не вырвать. Поэтому, братцы украинцы, победа будет за вами. Вы уже победили. Весь мир это видит. И все понимают это. И все на вас смотрят. И про вас будут рассказывать легенды. Много-много веков. Вы не рабы. Вы свободные люди. Я благодарю вас. Гарри Табах был на нашей связи. На канале Политбюро. Я призываю всех подписываться на этот YouTube канал тоже. Потому что это важно. Особенно время сейчас непростое. Я уже упоминал, что мы пережили очень серьезные хакерские атаки. Ломали наш аккаунт как могли. Заходили нам с нескольких путей. Имеется в виду Политеку онлайн. Но мы все равно стоим. Мы все равно выдержали эту атаку. И мы продолжаем работать. И призываем вас немного диверсифицировать свои подписки. Будьте вместе с нами. И мы точно выстоим. Если все вместе. До скорого. Слава Украине. Продолжение следует. Продолжение следует...